Жители Нурселения сетуют на то, что в течение четырех лет в квартале Солнечный на улице Ургей напряжение настолько низкое, что перегорает бытовая техника и тускло горят лампочки. У нас два холодильника сгорело. Вот новый купили недавно и он стоит. Ждем, когда еще сгорит от напряжения. Потому что перепады света бывают, мигает свет. А электрочайник и электроплитка? Нет, нормально. Потихоньку работаю. Чайник минут 20 кипятится вечером. 15-20, хотя 5-10 минут должен. И подобные проблемы в каждом доме. А их десятки. Отметим, в поселении нет водоснабжения. Жители пользуются электронасосами, набирая воду из скважин. Но они, требовательные к энергии, просто не работают. Мы решили провести небольшой эксперимент и привезли с собой специальный прибор, чтобы замерить напряжение в электросети. Итак, посмотрим. Сейчас 9 часов утра и прибор показывает нам 179-180 вольт. Но, как оказалось, на самом деле напряжение еще меньше. Стоило хозяйке дома включить телевизор, как оно упало до показателя 170-169 вольт. Мы уже писали уже сколько лет. Нам каждый год обещают, что нам увеличат напряжение. Но так и никак не получается. Уже здесь последней каплей как бы стало, что у нас все перегорает. Не работают стиральные машины, не микроволновки. И вот написали заявление еще раз. С этим обращением наша съемочная группа приехала в Волгинский РЭС. Однако руководства на месте не оказалось. Главный инженер был на аварии подстанции, куда мы немедленно выехали. Но, увидев съемочную группу, электрики, едва не задавив автомобилем съемочную группу, ретировались. Подождите, пожалуйста! Просто-напросто сбежал от нас Михаил Юрьевич. Указал свое отношение к потребителям. Мы обратились в прислужбу МРСК Сибири, где нам ответили, что необходим письменный запрос, который будет передан в головной офис в Красноярск. Но мы обязательно дождемся ответа, положенного по закону о СМИ. Намсарай, Намсарай. Виктор Горновской. Новости дня. Новости дня.